Как побороть лень? Как побороть лень раз и навсегда? Почему я решился снять этот ролик? Сделав ресерч в интернете о том, как, собственно, побороть лень, я увидел советы лишь по типу. Задается вопрос. Как побороть лень? Перестань лениться! Пойди и делай что-то! Слушай, ну, а есть какой-то, может быть, более доходчивый метод, как побороть лень? Какие-то, может, приемы... Нет! Нет! Тебе нужно взять, встать с кровати и начать что-то делать! Ну, понимаешь, просто проблема в том, что, ну, у меня не получается встать с кровати, мне... Ну, просто, я ленюсь, может, какие-то есть способы, как-то... Встань с кровати и начни что-то делать, тупая ты мразь! Примерно такого рода ответы я там видел на этих сайтах, как побороть лень, и поэтому я решил снять свой топ-3 способа, как побороть лень, как борол свою лень я, и как вы точно сможете побороть свою лень, потому что это действительно действенные способы. Если ты решил изменить свою жизнь в корне, то эти советы это то, что, в принципе, тебе необходимо, как воздух. Потому что именно с того, чтобы убрать лень из своей жизни, ты должен начать свой путь. Или если ты уже находишься на каком-то промежутке своей пути и замечаешь, что лень все еще присутствует в твоей жизни, этот ролик 100% для тебя. Итак, друзья, мы начинаем. Последний способ будет прямо вот, блядь, ебейший. Он очень действенный и действительно, ну, который вы 100% сможете применить в своей жизни и увидеть результат. Первый способ это создай формат игры. Я думаю, многие из вас играют в игры, и почему вас так затягивает в это? Почему вы так поглощаетесь в эти игры? Почему вы так в них вязнете? Ответ очень прост. Ты выполняешь какие-то действия, и после чего ты получаешь вознаграждение. То есть ты там, условно, повысил свой уровень в игре, и ты получил вознаграждение. Вознаграждение это может быть, там, не знаю, респект от друзей или просто признание в сообществе. Так работает во всех играх. Ты выполняешь задания, получаешь награду. Выполняешь задания, получаешь награду. В принципе, наша жизнь тоже на этом построена. Ты, условно, строишь отношения, получаешь награду, счастливые отношения. Строишь, не знаю, какую-то компанию, получаешь награду, деньги. Везде это работает. Везде это работает. И, в общем-то, вся жизнь так устроена. Поэтому я советую именно это правило применить к Лене. Допустим, ты ленивый очень человек. Весь день ты лежишь на диване, смотришь TikTok, YouTube. И просто занимаешься прокорсти... Прокорсти... Блядь, высчитал новое слово. Прокорсти... Прокорстинацией. Прокорстина... Ты понял меня. В общем-то, занимаешься ленью. Если ты весь день занимаешься этой хернёй и всё-таки решил, что у тебя есть цель, хочешь куда-то двигаться, изменять свою жизнь, то просто примени игру к Лене. Объясняю, как это сделать. Допустим, ты лежишь на диване и понимаешь, что, ну, мне нужно сходить в зал. Окей. Ты берёшь и ставишь себе такие условия. Если я сейчас пойду в зал, позанимаюсь полтора часа, а прямо буду выкладываться на полную, мёртвый приду домой, то я съем мороженое. Я захаваю вкусное мороженое под сериальчик. Буду кайфовать жёстко. Очень кайфану. У вас есть мотивация. У вас есть быстрая мотивация. Сходить в зал, чтобы пожрать мороженое. Это будет хорошо работать, поверьте мне. Многие могут сказать, нет, Ник, это херня. Ты должен мотивироваться самостоятельно, чтобы вставать и что-то делать. Да, я согласен. Но если у человека такая ситуация, что он ну никак не может встать с кровати. Ну никак. Замотивируй себя хотя бы так. Замотивируй себя какими-то хотя бы вкусностями. Не знаю, я пойду поработаю, после этого пойду на море, посижу, посмотрю на закат. Мотивируй себя какими-то приятными моментами. Тогда у тебя будет стремление осуществлять пока что для тебя неприятные моменты, как работа, зал и всё вот это. Это был первый способ. Мотивируй себя быстрыми удовольствиями. Создай формат игры. Второй способ достаточно неочевидный, но займись спортом. Действительно займись спортом. Почему спортом? Потому что спорт дисциплинирует. Очень важная вещь, чтобы избавиться от тления, это как раз таки дисциплина. И если ты займёшься спортом, потихоньку, как я сказал, начиная с того, чтобы сходить один разочек в зал за шоколадку. Два раза в зал сходил, поел мороженое. Первые там две-три недели ты будешь ходить только для того, чтобы жрать мороженое после зала и смотреть тупые сериалы. Но потом, я тебя уверяю, я тебя уверяю, у всех так работает, сука, и у тебя сработает. После двух-трёх недель тебе начнёт нравиться заниматься в зале. И ты уже будешь смотреть на это по-другому. Не я пойду в зал, а потом покушаю наконец-то мороженое своё любимое. Нет, я просто пойду в зал, потому что мне это нравится. Потому что это кайфово. Потому что там у меня знакомые. Потому что там я строю своё тело. Потому что там я совершенствуюсь. Опа, и мышление твое уже меняется. Ты думаешь, не как бы, блядь, больше полежать на диване и пострадать хернёй. Ты уже хочешь как-то себя улучшить через зал. Когда ты улучшаешь себя в зале, ты, во-первых, наслаждаешься этим. Ты смотришь, вау, я был жирный, блединый. Теперь у меня есть 8 кубиков пресса. А давай так же сделаю и в других сферах жизни. Думаешь, ну я начну читать, я начну делать то, я начну делать то. Я хочу начать заниматься этим. Хочу выучить язык. Хочу, не знаю, стать профессионалом в этой области. И просто зал это самая банальная, самая такая примитивная вещь, чтобы показать твоему мозгу, что развитие это круто. И развитие может приносить пользу. И то, что развитие это приятно. И то, что это круто, и это классно. Как раз таки через зал ты своему мозгу, серому веществу, показываешь альтернативу того, чтобы лежать на кровати. Я могу, да, полежать на кровати, но я могу и пойти в зал, там покачаться, стать лучше и покайфовать. То есть, понимаешь, просто почему именно зал? Потому что это самый банальный пример для твоего мозга. Чтобы он прям, ну знаешь, типа ему, блядь, на рисунке показывают, почему развитие это круто. Зал это самое банальное. Переходим к третьему завершающему способу. Третий способ, я считаю, что самый, блядь, самый классный способ. Я очень советую тебе именно к нему прислушаться и понять вообще, о чем я говорю, чтобы ты легко смог это применить в жизни. На самом деле, достаточно большой процент людей пользуются этим способом. И лично мои друзья пользуются этим способом. И, в принципе, от них я и узнал об этом. В чем заключается способ? У тебя есть цель. Ты расписываешь план на месяц, что ты хочешь осуществить. Далее, чтобы осуществить этот план, ты разбиваешь его на недели. Далее на день. И у тебя получается, что какой-то определенный порядок действий ты должен выполнить в день, чтобы прийти к своей глобальной цели в месяц. И, допустим, эти задания в день занимают там 4-5 часов, допустим. И идея этого способа заключается в том, чтобы не искоренять лень, а использовать ее правильно, чтобы она не мешала и доставляла тебе только удовольствие. Так вот, после того, как ты расписал план на день, 4 часа, допустим, тебе нужно на выполнение этих задач. Ты взял, выполнил эти 4 часа задач, дальше весь день ты можешь лениться. А зачем тебе что-то делать? Все, ты свой план, ты выполнил действий. Ты 4 часа поработал во благо своей глобальной цели. Дальше ты можешь отдыхать, ты можешь пойти смотреть телевизор, смотреть сериал, есть мороженое. В принципе, делай, что ты хочешь. Это время, которое ты можешь лениться официально. Потому что все свои 4-5 часов, которые ты должен потратить на достижение цели, ты уже их отработал. А дальше ты можешь лениться, ты говоришь лени. Все, все, спасибо, что подождала. Теперь ты можешь занимать первое место. Ленись, 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 сколько хочешь. И на самом деле, в принципе, я не против этого способа. Выбирайте, что вам больше по душе. Все эти 3 способа я оставил самостоятельно. Я думаю, что они вам понравились и вы словили какой-то резонанс. Я уверен, что применив эти способы в жизни, вы сможете избавиться от лени раз и навсегда. Или же сделать так, чтобы она вам не мешала. На этом все. С вами был Ник. Обязательно... Стоп! Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там я почву всякую херню интересную. И телеграм-группа также есть в комментариях. Потому что там единомышленники общаются. И, в принципе, обменяются какой-то полезной информацией. Находить там друзей, общать. В принципе, просто обсуждать какие-то интересные идеи. И это классно иметь такое комьюнити и быть в этом комьюнити. На этом все, друг. Спасибо. С тобой был Ник. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!